Ну что, всем привет. Рад сообщить, что у нас в гостях Олег Дувреченский. Очень давно мы его ждали. Олег, привет. Здарова, Клим. Мы не просто так Олег-то ждали, потому что у нас уже сколько лет? Наверное, как минимум года два у нас происходит обсуждение того, что вообще вокруг происходит. В экономическом, в политическом смысле. И Олег, в общем, один из редких людей, которые, как мне кажется, понимают этот вопрос как историк. А историк понимает эти вопросы комплексно. К сожалению, современным политикам, экспертам, политическим обозревателям вот этой комплексности не достаёт. Что печально, этой комплексности не достаёт и очень многим настоящим марксистам и так называемым марксистам. Вот, собственно говоря, об этом мы и хотим сегодня поговорить, потому что у нас с Олегом есть некое общее понимание. Олег, возможно, меня в чём-то поправит, что-то возможное я смогу подсказать. Так что у нас сегодня первый ролик такого рода вдвоём разговоры на диване про важное, про современность, про нашу. Да. И, во-первых, спасибо, Клим, что пригласил. Во-вторых, кто не знает, мы с Климом дружим уже... С 2000 года. С 2000 года, так как не просто так я оказался здесь. И мы вот с Климом, как бы, надеюсь, отметим сегодня хотя бы на пять минут, потому что у нашего учителя, великого военного археолога, Анатолия Николаевича Кирпичникова, завтра юбилей. Девяносто лет. Девяносто лет. И для нас это действительно общий наш учитель. И пользуясь случаем от Клима... От лица общественности вообще военно-исторической. Да. Мы поздравляем Анатолия Николаевича с этим юбилеем. И мы привезли, и, надеюсь, для всех, кто интересуется историей, военной историей, военной археологией, новый сборник военной археологии, пятый, которому, собственно, посвящён Анатолию Николаевичу. И мы его вручим. Такая долгая преамбула. Но, мне кажется, нам с Климом это приятно было бы рассказать. Да, конечно. Более того, мы некоторым образом были бы нехорошие люди, если бы это не сказали сегодня. Вот. Ну, а что касается обсуждаемых тем между двумя военными историками и военными археологами, которые болеют марксизмом, болеют, переживают за то, что происходит в стране и делают изо всех сил всё, что только могут, то я привёз разговор Клим непростой. Для тех, кто нас будет слушать, и, наверное, тебе-то это всё очевидно, а вот непростой он будет по следующим пунктам. Я утверждаю, что, начиная с середины 50-х годов, всё левое мировое движение. Всё. Абсолютно. Это на фоне побед во Вьетнаме последующих, на фоне Кубинской революции, на фоне запуска человека в космос, на фоне того, что мы стали второй страной в мире. Про Корею как-то забыли, про Северную тоже. Там тоже победили. И Китай как бы не самая последняя страна на земле. Тем не менее, Иосиф Виссарионович Сталин, не надо меня обвинять в сталинизме, сказал, мы можем ошибиться почти во всём. Мы можем ошибиться в уровне производства, мы можем ошибиться во всём, кроме одного. Если мы ошибемся в теории, тогда нам смерть. Да, без теории нам смерть. Он так буквально сказал. Так буквально сказал. И моё глубокое убеждение, что есть 4-5 базовых вопросов для всех марксистов, всех коммунистов, левых, большевиков, троцкистов, сталинистов, даже кого угодно берите, на которые ответа хорошего до сих пор нет. И мне бы хотел сегодня их вот так вот озвучить эти вопросы и сразу получить шквал в критике, в свою сторону. Надеюсь, не в твою. Почему? Потому что, как мне представляется, без ответа на эти вопросы, всё остальное делать зачастую становится это толочь воду в ступе. Вот на самом деле. Первый вопрос, я подозреваю, это, наверное, самый больной. Что такое пролетариат в современных условиях? Если мы возьмём короткую... То есть, есть как бы две версии. Давайте сначала о пролетариате. Дело в том, что пролетариат – это взломщик, это убийца, это могильщик капитализма. Вообще, для людей, которые смотрят нас, зачастую это всё такое наукообразие. Такая пролетариат. Ну, был такой, стал такой. Нет, ребят, так не бывает. Дело в том, что классы эволюционируют, безусловно. Но определение классов, исходя из теории марксизма, оно так было выстроено в принципах коммунизма, в манифесте, что, условно говоря, шаг лево, шаг вправо становился для манифеста критичным с точки зрения научного мышления. Дело в том, что и Маркс, и Энгельс, а потом и Ленин со Сталиным по мере силы звучали диалектику и старались мыслить диалектически. А диалектическое определение не позволяет манёвров. Потому что определение – это качество, которое остаётся с явлением на всём протяжении его развития, имманентно ему. Поэтому или у вас определение диалектическое, или оно правильное, или это не определение вообще. И значит, с ним нельзя работать. Блестяще. Так вот, я ведь почему это всё хочу сказать? Дело в том, что если мы возьмём основные критерии пролетариата, их я ещё вычленил пять. Мы ещё опускаем, как он эволюционировал, какая его историческая миссия. Но этот пролетариат, грубо говоря, это тот класс, который должен... Он носитель, вирус для капитализма. И если он мутирует, этот вирус, условно говоря, то есть фактически он перестаёт быть... Соответствует своим свойствам. Он перестаёт быть носителем смертельной опасности для капитализма, для мира отчуждения. А для всех остальных, кто перестраивался, было всё по-другому. Ну, он изменился, ну, просто он изменился, лишь условия. Ну, теперь он по-другому будет убивать. Ребят, так не получается. Давайте назовём эти пять условий. Ну, то, что это наёмный работник, это понятно. Сейчас вот любого нашего теоретика возьми. Пролетарий – это любой наёмный работник. Ребят, ну, гендиректора наших госкорпораций тоже наёмные работники. Ёлки-палки. Нет, это недостаточный признак, но очень важный. Второе – не живёт с капитала. Третье – у него нет частной собственности, не живёт с процента никакого. Вот представьте себе человек, вот вы рабочий. Ты, Клим, приходишь домой, не обязательно, что ты на станке работаешь. Допустим, ты вот сидишь у монитора и вкалываешь, и вас таких 100 человек. И вы рисуете игру World of Tanks. Или вы распределены, неважно. Ну, вы работаете, вам купили компьютеры. А потом ты приходишь и говоришь, слушай, что-то мне надоело. У меня тут вторая квартира от бабушки осталась. Я, пожалуй, её сдам. И работать я буду только тогда, когда захочу. Вот это уже не пролетариат по капиталу, то есть по манифесту и по принципу коммунизма. У него есть, условно говоря… Орента. Орента. Но ещё есть пятый пункт. И шестой. Пятый пункт. Они всё время упираются и говорят, организован по-солдатски, организован по-солдатски, сконцентрирован, он унифицирован. Живут, условно говоря, примерно одинаковых условиях. Живут большой массой. Ну, допустим, этот пункт мы могли бы опустить. Но они называют самый важный. А пролетарий получает ровно столько за свой труд, чтобы восстановить свою рабочую силу или способность к своему труду. Там в разных вариантах они… Ну, это, собственно, и есть одна из основных особенностей капиталистической эксплуатации. То, что тебе оплачивают не труд, а способность к труду. То есть стоимость воспроизводства рабочей силы в будущей итерации. И вот наступает забавная вещь. Маркс и Негис предсказали, что пролетарии постоянно будут ухудшать своё жизненное положение. Постоянно. И, собственно, были недавно дебаты между Ватаадмином и Сёмином, где Ватаадмин вот так вот действительно Сёмин такую вот шпильку и подпустил. И это действительно серьёзная была проблема уже во времена Ленина, потому что он показывал, что да, классовая борьба, если она не приводит к постоянному улучшению положения трудящихся, прежде всего пролетариата, то она бессмысленна. Это несколько противоречит, что он будет постоянно ухудшаться. Зачем же тогда бороться, если она всегда ухудшается? Так вот, эта классовая борьба, Клим Александрович, привела к тому, что появилась такая забавная вещь, как соцстрахование. То есть эти работяги дрались, их избивали, было 1 мая, их там наказывали. Ну, в суды, бедно, жизненное положение. То восьмичасовой рабочий день продают, то пенсии себе продают, то пособия по безработице продают. Многое благодаря Советскому Союзу. Но не всё, не думайте, что всё. С восьмичасовой рабочим днём уже сильно раньше началось во многих странах Европы. Первое, вообще, это была Новая Зеландия. Конечно. В каком-то году, ещё долг до революции, это какой-то год был 95, если не ошибаюсь. Они отвоёвывали, права свои. Соцстрахование, кто-то скажет, а что такое соцстрахование? Ты вышел на пенсию, тебе хоть немножко, но платят. То есть ты уже с голоду не умрёшь, если ты потерял работу. Ты заболел? Медицинская страховка. Медицинская страховка. Не везде, не так шикарно, как может быть в Советском Союзе, но тебе уже дают. И вот забавная вещь получается, что сама борьба пролетариата за свои права приводит к тому, что он выпадает из формулировки. Именно потому, что он не умрёт с голоду. У него пособие по безработице. Какой-то казус такой описали буржуазные специалисты. Эту шпильку подставили не вата-админ Сёмина, разумеется, а ещё в 50-е годы. Когда французская и итальянская компартия столкнулись с тем, что слушайте, а у нас проблема с пролетариатом. У нас мы же, конечно, очень сильные. Нас помнят, что мы тогда победили, но у нас проблема. Потому что, грубо говоря, эти ребятки начинают ощущать городской образ жизни. Они уже ездят на личных автомобилях. Американские-то рабочие вообще в шоколаде были после войны. Это был рост, расцвет их жизни. Они стали во многом соэксплуататорами. Есть термин – рабочий. Западная Европа есть соэксплуататор своих. Потому что он фактически эксплуатирует других людей. Он получает опосредованную ренту за эксплуатацию каких-нибудь мальчиков в Индонезии. Но пускай не в Индонезии, пускай в Чаде. Какая разница? Хоть в Гондурасе. И вот тут вот раскоряку встали. Как бы у нас есть вот пять-шесть признаков пролетариата. Но мы видим, что сама борьба пролетариата привела к тому, что с пролетариатом что-то стало случаться. Он не умирает с голоду. Он в конце концов может просто получать унижающие, нищенские, лишающие будущего его и его семьи. Ну, пособие. Но есть второй фактор, который нам тоже ставили шпильку. Они сказали, ребята, а еще научно-техническая революция. Дело в том, что мало кто понимает, что капитализм зарождался при технической, промышленной революции. Она не была научно-технической революцией. То есть, конечно, в основе открытия всегда была наука. Но это были именно инженеры. Это скорее была революция инженеров. Поэтому вот все Журверно мы читаем, смотрим. Там инженеры. Ученые так немножко. А именно... Строго говоря, началась-то пораньше. Становление капитализма вообще 16 век. Конечно. Когда там Галилеи тихобраги только на звезды смотрели и мало влияли на окружающую действительность. А с 50-х годов случилось именно НТР. То, что нас в учебниках учили. А это долбаный НТР, который является для нас плюсом на самом деле. Потому что это растет производительность труда. Следовательно, это передовые какие-то черты будущего должны появиться. Так она к чему приводит? Что рабочие организованы по-солдатски. Рабочие фактически становятся все меньше. Везде сокращают свою численность и концентрацию. Второе. Они все социально обеспечены. Худо или бедно, но они обеспечены. И они уже смотрят на тех самых рьяных троцкистов или сталинистов. Люди, которые говорят на своем каком-то очень странном птичьем языке. Они читают манифест. И всем нам нравится говорить две фразы. Ну что? Плохо в России. Два рецепта. Диктатура пролетариата и советская власть. Вот с диктатуры пролетариата начинается какая-то проблема. Это второй вопрос, который нужно было обсудить. Это диктатура пролетариата. Потому что пока мы не поняли, где пролетариат-то наш. Вот именно в этом-то главном вопросе, вот этой шпилькой, которые буржуазные социологи, которые продолжали заниматься наукой. А левые во многом, мы победители же. Мы победили во Второй мировой войне. Мы расширили на полмира организацию, либо революционную демократию, там, народную демократию, либо даже где-то аж, правда, советскую некую власть. Но с диктатурой пролетариата стало приобретать разные формы. Кто-то там красную монархию все завел, кто-то там диктатуру, кто-то там народную демократию. Это уж разные вопросы, но со самим пролетариатом стало что-то происходить. И коммунисты, ученые, материалисты сразу пытались как-то ответить. Один из первых, кто попытался ответить, это Грамши. Он начал описывать городскую цивилизацию. Но, елки-палки, ответы его очень описательные. Кто не помнит, это Антонио Грамши, предводитель итальянской компартии, который написал «В тюрьме тюремные тетради». Где и погиб. Он попытался описать, что ребята, ведь то, что описывал, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, и даже Ленин, это немножко такая ситуация, когда еще феодализм продолжал жить. Они не совсем тот капитализм описывали, который мы видим сейчас. Там было очень много пережитков феодализма. Ну, для кого, кто помнит штурмовщину рабочих времен советской, ранней советской власти. Это все крестьяне бывшие во втором поколении, в первом поколении, или просто крестьяне. Они еще живут традиционным обществом. Они, извините, крестят, умирают скучно. Раньше на селе жили, сейчас при заводе. Они на завод идут по звонку, с завода идут по звонку. А тут к 30-м годам западные рабочие, многие, извиняюсь, уже начали увлекаться мотоциклами. Катаются, ездят туристические путевки по Европе. Не все, я, конечно, утрирую. Ну, конечно, львиная доля нет, но все-таки фашизм и так просто не пустил корни. И американский фашизм, по большому счету, когда они в 50-е, 60-е годы, просто маккартизм их этот вот был, такое жесткое проявление диктатуры. Рабочие были за них. И почему это было? Ну, потому что действительно изменились условия. Опять же говорю, рабочие. Пролетариат сам выпал из своей формировки. И научно-техническая революция тоже его добила в том виде, в котором мы его понимаем. Вы мне скажете, так он стал другой. Надо его описать. Надо его описать, нафиг. Вот в чем дело. Вот тут мы подходим к тому, с чего мы начали. Это к моей реплике по поводу определений. Потому что определение, любое явление, вообще любое, неважно, пролетариат, это, не знаю, звезда по имени Солнце, выключатель света в комнате, он всегда имеет определение. Потому что есть объект, у объекта есть сущность. Вот определение равно этой самой сущности. Если у нас есть пролетариат, неважно, как он изменяется, сущность его не должна изменяться, нужно вычленить вот то самое эманентное качество, которое будет сопровождать феномен на всем протяжении его развития. И если мы, грубо говоря, честны, мы должны для себя сказать, есть проблема с определением. В данный момент есть. Потому что есть признаки, а признаки – это некачество. Признаки – это симптомы, а корень, так сказать, явления непонятен. Это проблема для всех коммунистов, левых. Нет, я готов ходить и класть действительно звезды, эти гвоздички к памятникам. Я готов. Я не делаю этого, но если что, пойду. Если надо, там впишусь за кого-нибудь. И вписывался. И много раз. Но где-то я должен для себя решить, слушай, вот фундаментальное, чем отличается коммунист от социалиста, это учением об освобождении труда, прежде всего, пролетариата и диктатуре пролетариата. Забавная вот вещь такая, когда был второй съезд, чтобы понять, что симптомы были уже давно. Когда был второй съезд РСДРП, учредительный, так называемый, ведь Ленин с Плехановым из-за чего, грубо говоря, поругались? Он говорит, надо вносить в уставные документы термин диктатуру пролетариата. А Плеханов ему отвечает, так ни в одной социал-демократической партии из Запада такого нет. Зачем нам это делать? То есть вся европейская социал-демократия уже не вносила понятия диктатуры пролетариата. Прикольно. Я немножко в ахрене. Это что? Маркс еще, грубо говоря, стыд не успел с Энгельсом. Ну, успел, конечно, но вот оно. А уже все решения Конгрессов, что первого, что второго интернационала, постепенно измываются. Это как так? Вы просто загуглите решение, если лень, и спор Плеханова с Лениным. Это был довод. Тут говорит, и чего? Мы будем передовыми. Но уже тогда какие-то странные процессы в Европе шли. Социал-демократизация. Да, но это еще только третий год. Это еще не 14-й год, когда уже все запустилось. Хорошо, дальше. Ну, вот с диктатурой, если у нас проблемы с пролетариатом, мы не знаем его точных свойств, то у нас и проблемы с его диктатурой. Потому что я, конечно, рад, что мы называем некую Омегу. И говорим, что вот Омега, когда будет при диктатуре, войдет в солнечный светильник, в какой-нибудь зодиакальный знак, то тогда у нас нет, так не работает. Мы либо научной наукой занимаемся, то есть марксизм это наука, учение пусть, но научное. Либо мы обрядоверием занимаемся. Я не хочу в какой-то момент признаться, что фундаментальный вопрос у нас стал, ну, как бы таким, не трогай. Это вот священная корова, трогать не надо. Надо об этом говорить. Второй вопрос. Ну, допустим, мы ответили на вопрос, что такое пролетариат и диктатура пролетариата. Допустим, мы ответили. Ответа пока нет. Но когда мы ответим на этот вопрос, мы будем понимать, какой будет партия нового типа. Ведь Ленин тогда бы создал партию нового типа. В укор всем. Он был адекватен реальности. Теперь, если пролетариат, грубо говоря, изменился или имеет другие свойства, но тоже революционные, допустим, они революционные, не ответив на этот вопрос, ты не создашь партию нового типа. Ты не сможешь взять власть. Ты в любом случае будешь имитировать Навального. В любом случае. Ну, возьмите наши партии. Товарища Удальцова, товарища Батова, товарища любых. Они все равно рвутся к тому, чтобы, ну, грубо говоря, быть в пиаре, быть широко известны. Мы работаем с заводами. Статистики, правда, хорошей нет. Ответить не могут. В красной жаре так и не ответили. Ни одна из партий толком не смогла ответить внятно, сколько забастовок. Но демагогия есть. Короче говоря, Клим, вот такое вот гадостное ощущение, что, ребят, ну, я археолог, я своим делом профессионально занимаюсь. А когда я с ними встречаюсь, они говорят, знаешь, мы профессиональные революционеры. Ты профессиональный революционер? Я? Нет. И я нет. Они говорят, ну, вы нам ответьте, а мы дальше будем профессионально революционировать нашу страну. Я говорю, а что вы занимаетесь? Вы чем сейчас занимаетесь-то? Для чего вот это все? Меня поражает. Второй вопрос. Как должна быть организована советская власть? Вот почему в Советской Союзе нигде, по большому счету, на планете Земля идея советов не была реализована? Мы называем свою страну Советским Союзом. Но это была власть Компартии. Де юре это была советская власть, конечно, де юре. Но де факто это была власть Компартии. Не, ну это не сразу, с 36-го года только. Если погрузиться в историю возникновения не прецедента Советов, а то, как триумфально она шествовала, надо понять, что есть великолепное описание того же Пришина, как эти советы организовывались. Дело в том, что на низовом уровне крестьянину не надо было объяснять, что такое самоуправление, общины. Нет, конечно, он об этом знал, ну не знаю, века с восьмого, наверное. Да. А вот как ему объяснить, что должна быть вот эта иерархия вот его таких общин? А он говорит, нет, я туда не пойду, я там ничего не понимаю. У нас журналист есть отличный, он так хорошо говорит, и вот этот журналист будет нас представлять. А то, что этот журналист ничего не разбирается, ни в чем, главное, что хорошо говорит и книжки читает. Вот эти вот представительства стали быстро доводиться до абсурда, саму идею советской власти. И более того, а в некоторых местах просто отказывались. И только ЧК, людей из ЧК отправляли, которые организовывали действительно вот эти вот советы. Ну, то есть вот сказать, что это вот такая тотальная волна действительно сознательных людей, которые идут через диктатуру пролетариата, выраженную в советах, нет, мы говорить не можем. Да и не с 1936 года. Компартия с самого начала фактически. Кто такой до 1936 года дедушка Калинин? Он что, может сравниться, извиняюсь, с товарищем Сталин? Он добрый, хороший, всероссийский староста, да, возглавляет, понимаешь, советскую власть, непосредственно руководитель всего государства. Но руководителем государства был другой человек. Он руководителем государства не мог быть, как и Сталин, собственно говоря, потому что высшим органом, который руководил государство, был Верховный Совет. Ну, человека же надо, которого ты отправляешь. Вот у нас Путин ездит, да, а вот надо же человека какого-то отправлять. Молотова. Молотов может ездить. Ну да, как министр иностранных дел. Да? Ну да. Конечно, Верховный Совет принимал решения в контексте линии партии. Не, ну у них была, в общем, до 1936 года вполне уверенная, как бы мы это сказали, диалектическая рекурсия у них была. Потому что без Совета партия ничего не могла сделать вообще. Другое дело, что в Совете, естественно, так как у нас тогда еще была диктатура паролетариата, диктатура, точнее, правильно сказать, рабочего класса уже, а не паролетариата. Потому что с революцией все классы были уничтожены вместе с паролетариатом, а рабочие остались. Так вот, естественно, проходила линия только одна, потому что все были коммунисты, у нас не было, в принципе, никакой парламентской демократии, слава богу, поэтому линия была одна, но да, у нее могли быть разные какие-то внешние косметические формы. А линия была, естественно, все время одна. Поэтому, конечно, это была и власть Советов, и власть Компартии, потому что все советы были коммунистические. Ну или, если не прямо коммунистические, то про-коммунистические. Это абсолютно точно, но все-таки советская власть в идеале своем выглядит, грубо говоря, хотя бы так, как она пыталась выглядеть через коммуны тех же самых кубинской революции. Хотя бы так. Но в результате мы получили то, что мы получили. Медленное сваливание к партнономенклатурному управлению. К этому сваливанию пришел и Китай, и Куба постепенно, и все коммунистические силы. Ответить надо себе на вопрос «почему?». Почему, грубо говоря, здоровая идея, правильная, на которую мы все должны ориентироваться и показать, что она более эффективная, чем парламентская демократия. Она дает больше свободы человеку, который в ней участвует. Социальные лифты колоссальные. А он внутренне, оказывается, каждый раз, мы сейчас смотрим спустя годы, да, это то, что у них там пропаганда против нас шла, это понятно. Но мы все равно смотрим и видим, что в определенной степени мы вынуждены были сворачивать концепцию советской власти и фактически выстраивать власть через политбюро, через партийное руководство, через, условно говоря, лидеров. Потом, сама система советов – это не община, это не колхозный сход, это более очень сложная система. Сейчас появились ответы на это. Это прямая демократия, компьютерные технологии. А как это все будет совмещаться? У нас нет даже серьезных подвижек. То есть, мы должны давать миру, мы же передовое учение. Кто тот класс будущего? Как он будет претворять свою власть? Какова партия, которая будет авангардом этого класса, нового типа? Мы не видим ни одного ответа на эту тему. Давай дальше. Почему у нас, условно говоря, сейчас вот их производительные силы, которые фактически породили сейчас все основания для коммунизма, фактически страны с архимощной экономикой фактически все равно плетутся в хвосте у бывших олдскульных капиталистических стран, которые по-прежнему все это давлеют? Ну, тут нет ничего удивительного. То есть, для нас, как для историков, это вообще процесс, если бы он ушел не так, вот это бы конкретно было удивительно, потому что, ну, мы же видели, как капитализм становился. Когда уже Италия, северная, естественно, Италия, уже в 14 веке в основном капиталистическая в базисе, а кое-где у них там уже типа Флоренция уже какая-то такая нормальная околопредставительская демократия имеется, то есть, все уже вот конкретно страна, причем это самая богатая страна в мире была в это время, потому что этот клочок земли концентрировал в себе до 40-45% богатств вообще всей Европы. То есть, такой концентрации богатств не было нигде ни в Китае, ни в Орде, нигде. То есть, да, было в абсолютном смысле больше где-то ресурсов и денег, но чтобы на таком пятачке столько денег и ресурсов было сконцентрировано разом, такого не бывает. Вон мой любимый пример, новый арсенал в Венеции. 18 тысяч рабочих, это 14 век, 18 тысяч рабочих в одном месте. Это масштабы уже конкретно второй половины 18 века. И что сделали с этой Северной Италией отсталые феодальные страны? Все мы помним итальянские войны, после которых Италия вообще прекратила свое существование, как нечто, хоть как-то претендующее на самостоятельность до 70-х годов 19 века. То есть, все, ее растоптали просто, фактически. Следующая нормальная, уже практически нормальная революция, у которой даже была первая писанная революционная программа. Пускай, конечно, из оповой фени, которую выдал Мартин Лютер, это Германия. В Германии в капиталистической революции терпят поражение, потому что феодальная реакция оказывается многократно сильнее, в силу того, что ее просто больше. Вот поэтому и сейчас, конечно, еще реакционные моменты есть. Опять же, повторюсь, я бы очень сильно удивился, если бы они не имели такой чудовищной инерции. Я не говорю о реакционных моментах. Я говорю о том, что основной критерий, почему коммунизм советская власть, социализм, обгонят капитализм, это у нас будет более высокий уровень производительности труда. Да. Но каждый раз мы сталкиваемся с забавной ситуацией, что все наши прорывные вещи, это неважно, Китай, условно говоря, демонстрирует довольно мирный процесс своей истории в послевоенный период. Да, там было в культурной революции все, но благодаря противостанию с Советским Союзом в них столько влили денег. Такие вливания со всего мира были, из него сделали действительно антитезу нам. Я все прекрасно понимаю. Но уровень производительности труда в Китае по-прежнему ниже. Советский Союз демонстрировал уровень развития, высокий темп, именно когда они замедлились и началась перестройка. Мы только тогда обгоним их, когда у нас будут и более передовые средства производства, и выше производительность труда. Но мы везде, в каждый раз сталкиваемся с тем, что условно говоря, да, мы изобрели компьютеры. Мы даже изобрели по зачатке интернета. Но интернет понадобился им. Да, мы изобрели полупроводники, да-да-да. Но истребители, их летали уже на полупроводниках, а наш Су-25 на лампах. Чего за дела? В чем проблема? Мы же, мы единая корпорация, над почти 270 миллионов человек. У нас полмира. В чем проблема? Чего вдруг какие-то тормоза включаются? Что опять будем все апеллировать к тому, что рынок все регулирует, конкуренция, человек, это сволочь, должен жить как поэтому так они и побеждают. Этим, что ли? Нет. Тогда надо ответить, почему все-таки каждый раз одни и те же грабли. Каждый раз мы сейчас, они сделали там, тут во всех уровнях так. Они создают чистую комнату. Мы у себя в Сколково закупаем там эту чистую комнату для производства чипсетов, а она на 3-4 поколения позже. Китай чуть-чуть обгоняет, но они говорят, а мы уже сделали еще два, более чистые. Я сейчас не берусь вот эти цифровые показатели. Почему каждый раз одно и то же? Они скажут, да они богаты, они все скупают. Но ведь в Советский Союз был период, когда он им Хучкину мать-то показал. Извиняюсь, за 10 лет он действительно удивил мир. Удивлять мы можем. Но почему это не идет, условно говоря, так, чтобы мы, ну потом было и после войны, да, мы восстанавливались кровью. Да, мы их догоняли все время. Да, страна была измотанной, гонкой вооружения. Все понимаю. Но если мы корпорация, если мы организованы единым способом, если у нас нет антагонистических противоречий, почему все-таки мы не смогли сделать более передовые технологии, ввести более передовые технологии? Мы их открывали, но не реализовывали. Это что, крест такой, что стоит? Надо отвечать на этот вопрос. Попробуй. Так вот, есть, ну не знаю, не готовый ответ, а понимание в каком направлении копать? Я понимаю в том, что нельзя перепрыгнуть историю. Я понимаю в том, что когда проклятые меньшевики говорили великолепному Владимировичу Ленину, что он со своим империализмом неправ, что пока во всем мире то отдельно взятый товарищу Сталину, потому что столько будет навала и отягощения злом, не созлили еще условия, подожди. В этом есть своя маленькая доля правды. Действительно, как и Флоренция, как и Германия, как и Нидерланды, как и Англия, капитализм долго раскачивал эту долбанную феодальную лодку. Социализм тоже долго должен ее раскачивать. И он будет очень не похож на то, что написали первые мудрецы Фридрих Эггельс и Карл Макс. То есть, не совсем не уволен, в принципе, он будет таким. То есть, основные методологические основы марксизма верны. Политэкономия верна. С эстматом у нас есть проблемы. Да, с эстматом у нас есть проблемы. Но эти проблемы надо решать. И мы рано или поздно решим, потому что сама политэкономия уже сказала, тут противоречий вообще, тут гений Маркс. Он правильно сказал, что те противоречия, которые лежат в основе этого общества, рано или поздно его убьют. Главное, чтобы не поздно. Потому что эти уроды научились так эксплуатировать всю планету, так создавать ложные цели и ложные потребности, что, честно говоря, понимаешь, откуда берутся зелёные. Немножко как-то напряжно. Ну да, либо коммунизм, либо варварство. Я бы сказал другое. Уже даже и не варварство идёт речь, а действительно серьёзная катастрофа. Вопрос всегда в истории стоит. Или это развитие, или это медленное загнивание и исчезновение, или это быстрое катастрофическое уничтожение. Собственно, вот три варианта, которые в истории известны. Ну, если какая-нибудь, чёрт возьми, империя Чингисхана, она просто развалилась. Ну, так это хоть и большая была империя, но всё равно это такой, ну, да, приличный, нам всего лишь кусочек земли. А теперь-то у нас мир более-менее глобализированный. Если он весь развалится, то нам лететь-то некуда пока. И не на чем. И вот именно поэтому я и хочу сказать, что мы, отвечая гипотетически, не могут ранние социалистические страны соответствовать идеальным рецептам. Не могут. Второе. Они будут отставать и будут проигрывать. Да. В чём-то они будут нести архипередовые вещи. Зачатки плановой экономики. Социальные гарантии для всего человечества. В таком масштабе, которым никогда не было, как что продемонстрировал Советский Союз. Возможность создать за 10 лет экономику, да, мобилизационным способом, да, с нарушением, с отягощением злом, да, мы продемонстрировали это. Но надо быть готовым к тому, что доля правды в высказывании вот тех вот премудрых пискарей из меньшевистского лагеря, она есть. Да. Мы действительно будем наступать. И они будут нас обгонять. Да. Долго и упорно. Ответ только в одном. Социализм, боюсь, как и коммунизм, может победить не в отдельно взятой стране. Окончательно. Первую фазу придётся. НЭП опять. Вот этот вот, как в Китае сейчас длится. Долгий, может быть, НЭП. С откатами назад или вперёд. Уж не знаю, как это у них произойдёт. Но я только одно понимаю. Пока мы не ответим на вопрос, есть только два класса из этого. Цитаты из фильма «Пролетриат» и «Буржазия». И если ты не за одного, то за другого. Ребят, давайте назовём его. Я эту работу делаю. Есть «Красное ТВ», есть «Клим» уже не раз об этом говорил, есть «В поисках пролетриата». Тяжёлая двухмесячная сейчас работа по капиталу. Я просто немножко... Я знал, но я удивился. Маркс в капитале перестал апеллировать к пролетриату. У него там количество упоминаний сокращается кратно, и только одна формулировка, и то экономическая, и только косвенно. Он перестаёт апеллировать к пролетриату, так как он апеллировал в манифесте и Энгельс в «Принципах коммунизма». Вот в такую раскоряку попал вся социал-демократия. И вот в такую раскоряку попал Владимир Ильич Ленин. Это немножко такой... Забегая вперёд, скоро выйдет ролик, можете посмотреть. Он очень тяжёлый будет. По восприятию много будет цитат. А потом будет краткий момент. Маркс в «Капитале» описывает 47 терминов различных отрядов наёмных работников и путается, смешивает. Вот тот самый по закону диалектики. Великий диалектик. Посмотри, это будет больно. Вот моему мозгу, как у следователя, было больно. Подожди, ну ты отдели сначала рабочих от пролетариата. Потому что рабочие, понимаете, шире, чем пролетариат. Ты отдели. А он всё мешает там. Ошибки уже там были. Нам придётся вот всё это сейчас распутать. Прямо сейчас. Кто-то скажет, да пока вы тут будете распутывать, у нас тут страна медным тазом накроется. Может. Очень может быть. Никаких гарантий нет. Но если ты не распутаешь, у тебя будет махновщина, как на Донбассе. Если ты не ответишь на вопрос, если ты не будешь понимать, кто тот человек, ты скажешь, у тебя есть намётки? Я скажу, да, есть. Надо понять, что, по всей видимости, тот самый наёмный класс, который превратился в городскую цивилизацию, разросся до 70-ти парой миллионов человек, но только в нашей стране, он стал очень дисперсным. Он, грубо говоря, раздробился. Ну, так бывает. Условно говоря, любое явление, когда пускает росток, оно очень такое гомогенно, а потом оно даёт вот такие вот эволюционные всходы. Вот так случилось и с пролетариатом. Этого не знал Энгельс и Маркс. Они описывали в начале, грубо говоря, такого монолитного, первичного, который только-только попал вот в эту струю, узкую струю будущей вариабельности развития. А он стал вот таким вот. И когда он стал таким, их стало много подотрядов, теперь с каждым отрядом надо будет разбираться отдельно. Понимать, что у них иногда что-то не совпадает по интересам. Но есть что-то общее, самое общее. И вот когда ты к каждому, вот подойдёшь к фрилансеру, который, грубо говоря, работает не так вот, ну, на своём мегакомпьютере, сам его купил и продаёт под проценты своё программное обеспечение, а тот, который реально впахивает, как пролетарий. Вот ты подойдёшь к нему, и ты ему внятно и чётко скажешь, фрилансеры, вас на самом деле в России вот столько. Вы, условно говоря, хотите вот столько. Они скажут, слушай, да. Ну, это как к крестьянину подходишь. Ты хочешь землю? Да. Вот фрилансеру пойдёшь и скажешь? Да. Подходишь к другому человеку и говорит, хочешь макбук про? Да. Нет, ну, я не шучу. Я понимаю. Ну, это что такое. Придётся признать, что он стал дисперсным. Придётся признать, что его стало много. И каждому подбирать ключи. И вот представишь, какая сложная партия теперь образовывается? Он уже не организован солдатским способом. Он уже не монолитен по финансовому состоянию. Да, если он живёт с процента и прочее, он, конечно, не пролетарий. Надо будет разбираться, что делать с мелкобуржуазными слоями. Как-то Ленин с крестьянством разобрался. Надо разбираться. Ну, то есть партия станет очень сложной. Она будет вообще не похожа на всё, что мы привыкли понимать под словом «партия». Фактически, это такая мощная, сетевая, дисциплинированная структура, которая работает в разных одновременно направлениях. Не так вот, как коммунисты в 90-е. Что мы делаем? Листовки к проходной. А меня туда не пускают. Меня там бьют. Ну, ты тихаря ходи. Он подходит, стоит, дедушка какой-нибудь. А мужики говорят, слушай, ты заколебал уже здесь стоять. А другие говорят, давай-давай, мы по тебе соскучились. И всё, на этом всё заканчивалось. Такие, как вы, там, мы, вы придумали хотя бы интернет-пропаганду красную. Но это тоже недостаточно. Сейчас нужно думать о партии нового типа. Вот тот самый разнообразный пролетариат, где много-много всяческих вот таких... Это где-то напоминает такого вот, да, морского ежа, я не знаю, который имеет взаимодействие практически с очень большим количеством разнообразных людей. Второй фактор. Позитива, я хочу сказать. Все тут ругают молодёжь. Я тут сказал, что засадный полк у нас тут, да, вот, конечно, в Сталинграде выступал. А товарищ Сёмин говорит, ну, товарищ Пучков, малолетние дебилы. Ну, такие и есть. А я не скажу, что нет. Не, ну, малолетний дебил – это термин шире. Насколько рабочий класс, шире пролетариантов, настолько малолетний дебил, шире молодёжи. Малолетний дебил может быть 80 лет спокойно. Абсолютно точно. Но есть одна проблема. Это состояние души. Да, да. Ну, дебилизм – это даже иногда и болезнь. Я хочу сказать следующее. Смотри. Вот, ну, как мы описываем современную молодёжь? Первое. Не хотят учиться, потеряли интерес. Не все. Мозаичное сознание, потребители, любят гаджеты. Так описывают, вот, они не патриотичные или патриотичные, но как-то так. Вот, в основном им всё пофигу, где жить, где рыбу ищут, где глубже, а человек, где лучше. Они не связывают своё будущее с этой страной. Вот такие есть описания. Но я уже заявлял как-то, ребят, не бойтесь человека с ружьём. Ружьём, слово перечёркиваем, с гаджетом. Не бойтесь. Дело в том, что к Владимиру Ильичу Ленину, который пришёл на митинг, не подойдёт человек будущего в виде бывшего крестянина, а сегодня токаря второго разряда, который упаханный на заводе, и не подойдёт и скажет, «Владимир Ильич, ты, конечно, круто всё высказал, ты мне пруфы свои покажи». Не подойдёт. Но дело в том, что тот, кто это спросит, это и есть человек с зачатками научного сознания. А в любом случае, даже если он не обменяет целостного образования, даже если он где-то мозаичен, но у него есть, благодаря новым производительным силам, тому же интернету, тем же гаджетам, у него есть возможность самому докопаться до многого. Ты скажешь, многие этого не делают. Но дело в том, что с работягами было всё проще. И с крестьянами. Висит газета, прочёл. Я с линии партии. Я доверяю вождю и пламенному лидеру. С одной стороны, вроде хорошо. Гомогенные, хорошие, крепкие, сознательные. Молот, который разбивает цепи со всей земли. Очевидная картинка. А разве рыцарь в белых доспехах? С честью и достоинством. Он не лучше выглядит, чем буржуа. Тот продажная сволочь. Не имеет чести. Он ещё и норовит, измени меня, заниматься неприятными вещами, ростовщичеством порой. Как можно сравнивать прекрасного дворянина с кодексом прекрасной дамы? Как его можно сравнивать? Но только прогресс стоял за тем. Разумеется. Потому что дворянин, фигура рыцаря в сияющих доспехах подразумевает, что 97% будут не в сияющих доспехах, а в говне. Вот только так. А всё-таки буржуа дали несколько иную процентовку. Всё-таки их там было не 1,5%, а гораздо больше. То есть больше людей получили доступ к каким-то материальным благам. Да и остальные их угнетать стали. Всё-таки гораздо меньше. Потому что рыцарь в сияющих доспехах, если крестьянин не хотел работать, так он просто его убивал, немедленно, не разговаривая совершенно. Или забивал кнутом насмерть. Тоже вполне была такая процедура, более чем распространённая. А буржуа в суд нужно идти. Опять же, не хочешь работать, не работает. Тебе же никто не дачит силком. И вот я параллель провожу между тем рабочим, который ещё находится в традиционном обществе, но таким красивым, с молотом, разбивающим цепи на плакате мирового империализма. И вот этим вот задротом с гаджетом. И сдаётся мне, что этому задроту с гаджетом можно рассчитывать на то, что он действительно более прогрессивное явление. Диалектическая есть такая вот противоположность. С одной стороны, это человек, который приведёт всё к катастрофе. Так и работяги тоже вначале-то пролетарии выглядели, извиняюсь, пьяные кварталы, мордобитие. Лудиты, опять же, те самые. Абсолютно верно. Посчитать, как Толстой описывал пролетариев и как Максим Горький описывал пролетариев. Везде есть, условно говоря, две стороны. Те самые, диалектическая пара. Так вот и у этих тоже. Их способность проверять, докапываться, искать. У них есть. Я ещё раз повторяю. Откуда такая популярность у канала «Гоблина»? У тебя. Потому что люди не просто так слушают. Они, да, привыкли, конечно, слюни пускать, видеть, о, любимый пришёл. Не в смысле гомосексуальном отношении. В хорошем. В хорошем смысле. А тут... А они же ещё и лезут. Они же ещё проверяют. Они пытаются читать. Да, ещё очень примитивные. Малолетних дебилов выше крыши. Я понимаю. Но это всё-таки объективная реальность. У них есть такие инструменты. У них есть свободное время. Да, они ничего не производят. Но кто как. Кто как, да. Но они уже несут в себе зачатки того, скажем так, метамодерна, как сейчас это называется. Наверное, смена постмодерна. Вот метамодерн. Ну, то есть, это очень важное направление в современном... Это культурологическое описание этой новой молодёжи. Вот тоже черты. Оказывается, они не только стали дисперсными. Они ещё уже не чужды модерну. Они хотят сами доходить своей головой. Не все. Вот ещё одна стадия, что мы вот таки апеллируем всё время к прошлому. А может быть, в этом новом будущем искать какие-то моменты. Ну, и потом надо присматриваться к тому, что делают наши враги-то приятели. Ну, что делают, условно говоря, как организовано производство фактически в компании Google. При всём при том, что это эксплуататорская структура. Но всё-таки идея творческого свободного труда, которая всё-таки проповедуется. Идея фактически необязательного хождения на работу. Это всё элементы, какие-то странные элементы из будущего. Они оседают. Они очень извращённо выглядят, потому что они садятся, условно говоря, в то настоящее капиталистическое. Но они есть. Как бы я хотел подвести свой итог, своей нудной речи? Я бы хотел сказать, что А. Надо взять скальпель и хорошенько препарировать Маркса, Энгельса и Ленина. Не в прямом смысле, а их труды. Б. Надо снять вот такие характерные для людей, которые что-то потеряли в прошлом, такие вот чёрные очки, и постараться немножко рассмотреть те элементы будущего, а не впадать в некий такой социопессимизм. У нас этого выше крыши. Вот социопессимизм у нас вот просто завались. Как не возьмёшь какой-нибудь форум левых, у нас не пессимисты, только лишь еврокоммунисты, которые ЛГБТ-ориентированы. Вот они не пессимисты. У них всё хорошо. У них всё хорошо. А как наших берёшь, вот какие-то более-менее думающих, страдающих, которые переживают, у них там всё время... Да, всё поздно. Всё пропало. Да нет никакого пролетариата. Да что с этих дебилов возьмёшь? Да вот были времена. Ну, так нельзя. Так вы не победите. С таким настроением вам слона не продать. Слоника. Да. Слоника. Ну, в общем, это бы я хотел сказать, в такой фривольной форме изложить, потому что всё в виде докладов, лекций и разбора полётов, и даже практическая работа уже ведётся по строению. Ну, в частности, я прекрасно понимаю, что надо координировать левые силы. Хотя бы в информационном потоке. Хотя бы. У либералов больше. Потому что они точно эту молодёжь просчитали. И они научились с ней разговаривать. Наши пока коптят, они с ней учатся разговаривать. Вот мне это поражает. На самом деле тут же всё просто. В силу того, что этому либералу, условному коллективному дудю, проще разговаривать с молодёжью. В силу того, что он сам из них, во-первых. Во-вторых, он предлагает персональный образ, моду савивендии, некоего возможного перспективного будущего. Что вот я богатый, у меня всё в порядке со здоровьем. Видишь, какие у меня гаджеты? Не один, как у тебя гаджет, а три. И гораздо лучше, дороже. И вообще они все там с приставкой «А» и с надкусанным яблоком. Хочешь так же? И сразу человек под гипнозом. Ого! Мне кажется, ты упрощаешь, Клим. Мне кажется, ты упрощаешь. Конечно, я упрощаю специально. Мне кажется, тут есть одна проблема. Как-то он был рэп-баттл серьёзный. Да, я смотрю рэп-баттл. Был рэп-баттл серьёзный между Славой КПСС и величайшим победителем какого-то американского дезарвиса. И этот Славу КПСС вызвал к себе на вот такое же интервью. Ну, это было прикольно. Потому что этот парень... Ну, абсолютно контркультурный. Мне эстетически, этически оба омерзительны. Но он так с ним говорил. Я чувствовал, что я присутствую на споре футуристов где-нибудь в 12-м, в 15-м году или, может быть, в 17-м году. Это было круто. Он просто Дудю показывал его место. И всё. Это было то самое поколение, которое тоже, может, саповым, там или ещё с чем-то. Это было... Они разные. Безусловно, разные. И должен сказать, что если мы вот не начнём контратаковать, а вот так контратаковать, как мы зачастую это делаем, не, я сейчас не про вас, а скорее про нас, про Красное ТВ, то мы не добьёмся реальных результатов. кто их делает хорошо? Вот на отлично, чтобы сопоставил. Мне пока кажется, очень мало. То есть, именно просветительский проект, при том, что я не согласен много с Дмитрием Пучковым, вот не могу признать многое, его вопрос мне не нравится, зачем он вообще его задал, это нехорошо, с моей точки зрения. Ты имеешь в виду на прямой линии? Да, на прямой линии. Это, по мне кажется, зашквар. Но тот просветительский цикл, который был создан Гоблином, это низкий поклон ему. И тобой, и Максимом Тимином, и Егором Яковлевым, и всей этой вашей разросшейся команде. Вот, честно говоря, Красное ТВ с этого начинало, захлебнулось. Вы на новом этапе это все сделали. Могу сказать одно, вот это очень круто. Вот это очень круто. Это то, что действительно будут смотреть, будут слушать. Главное, чтобы хомячков не превращались. Вот у Дудя хомячков не будет. Вот, не будет. У него будут циничные, завидующие, возможно, стремящиеся, но хомячков не будет. А вот главное, чтобы у нас хомячков не было. А у нас, что, не возьмешь там? Моповцы хомячки, Кургиняновцы хомячки. Ты понимаешь, у Гоблина вот так вот тоже есть свои хомячки. У Грудининцев вот так хомячки. Чего не возьмем, везде хомячки появляются. Да что ж такое-то? Чего мы такие все? У тебя тоже дофига хомячков. Есть. Вот, вот я их не очень. Нет, я их тоже так не очень. Все время приходится напоминать, что нужно что-то еще и делать, ко всему прочему. Да. Нет, ну, тут я одно вижу своего опыта, исходя, это, кстати говоря, пару ведер воды на твою мельницу, которую ты только что нам поставил в смысле диалектических перспектив нашей молодежи. Народ к серьезному разговору очень тянется. Я это за 4 с лишним года почти каждодневной работы такого рода вижу, потому что народ и в первую очередь молодежь... Социологические какие-то исследования у себя проводили? Сколько там? Ну, у нас, да, конечно, у нас средний возраст что у меня на канале, что у Дмитрия Юрьевича на канале, средний возраст у нас где-то от 23-24 до 55 лет. Неприлично. Вот. Это в основном где-то 85-86%. Это очень прилично. Вот. И, да, ну, там, конечно, проходит миллионы людей через это все. Просто миллионы людей. Да, так вот, даже молодежь настолько достала, что с ней разговаривают не как будто им 23 года, а как будто им 3 года. То есть, вот эта манера условно-просвестительского, условно-образовательного разговора, который когда-то в начале 90-х нам предложила там Виасад Хистери или это National Geographic. Да, да, да. Там, когда одно и то же... Пять раз повторяй. Ты а дебил, что ли? Вот. Именно так. Пять раз одно и то же. В итоге у вас 40-минутная передача, но информация, реальная информация там на 5 минут. Это всех достало, что с ними как с идиотами разговаривают и держат до дебилов, которые, в принципе, как вот они закончили там условно 7-й класс, так все, с тех пор у них мозг не развивается совсем. Хотя он только формируется до 25 лет окончательно. И вот мы предложили им очень серьезный иногда просто занудный разговор. Я вообще этим отличаюсь периодически. Особенно в зоне своей профессиональной деятельности по поводу военной истории. Чем серьезнее разговор, тем больше просмотров, и тем серьезнее, интереснее и самое главное обширнее обсуждение в итоге. То есть, я человек веселый, я могу устроить на полтора часа клоунского шоу, все посмеются, да, там будет в общем, некоторая волна, это все посмотрят, но больше всего просмотров, вот у меня, если не говорить о неких, как сейчас принято, хайповых темах, ну там сериал, прошу прощения, фильм «Викинг», мы там разбирали с Пучковым, там 3,5 миллиона просмотров, ну это понятно, почему. Нет, я имею в виду вот сугубо даже не популярные, а вообще практически научные лекции, которые я читал, это вот по, вот моя такая разработка по военному делу в предмонгольский период, там около полумиллиона просмотров, Куликовская история, которую я рассказывал, там за миллион просмотров, то есть, это вещи занудные, по большому счету, с кучей фактуры, без анекдотов, их смотрят, комментируют, пытаются разузнавать, что-то такое, и просто вот виден отклик, виден отклик, люди хотят знания, люди хотят знания, более того, не готового знания, которое им положили, как щелкунчику в рот, а они хотят быть тем самым щелкунчиком, который может что-то разжевать и самостоятельно что-то родить. Это есть, это факт. Ленин, дай пруфы. Вот, да, это постоянная история, вот дай пруфы, дай пруфы. Ну, сама по себе, сама по себе постановка вопроса дай пруф, она не очень правильная, но это уже начало. Конечно. Дело в том, что надо понять, что не они стали лучше, а просто действительно научно-техническая революция их подвела к этому. Это естественно, а научно-техническая революция это нам в пользу. Но когда ты начинаешь, как же, нет, теперь вот тех зашуганных солдатско-организованных пролетариев теперь все? Вот этот вот момент, такое ощущение, в раскоряку ставят львиную долю действительно красных. В раскоряку просто. И тут начинают, давай когнитарят придумаем. А давай кого-нибудь придумаем. Не, ребят, так не получится. Не придется, не получится придумать. Либо вы, ну, как опять же, с той самой диалектической описанием определения. Так вот, внутренне я хочу что сказать. Во-первых, спасибо, что пригласил. Во-вторых, всегда с удовольствием приезжай еще и как можно чаще. Да. Вот сейчас на три месяца с половиной уедем на Узундару и вот... И потом. И потом, да. Обязательно. Но позже. Вот. А второе, я бы очень хотел, чтобы люди подумали над... Мы уже во многом суббурным, наверное, разговором, моим в частности, вот, но подумали о том, что нам придется заново ковать дело коммунизма-то. Вот заново. Вот стопудово придется. Потому что, честно говоря, идет беда. Прежде всего, в России. Она тяжелая идет. Об этом я не хочу сейчас как бы ни себе, ни вам портить настроение по цифрам. Вот. Но то, что мы сейчас получаем из источников, близких к экономическому составляющей нашего правительства, которые сливают информацию из серьезных госкорпораций, беда идет. Нам торопиться надо. А мы, грубо говоря, мы проиграем Навальному, вот в чем дело, проиграем. Он опять устроит там вот и... А дальше что? А дальше опять атомные объекты контролировать? Опять ядерное оружие? Где? Нам надо захватывать молодежь, нам надо захватывать трудящееся население, их умы, их идеями. А захватывать их так, как было раньше, не выйдет. Не выйдет. Ну, вот это то, чем я живу. Помимо науки, археологии и военной археологии. Понятно. Это, в общем, очень правильно. Я бы от себя добавил, что для того, чтобы захватывать правильные умы, а потом и командные высоты, надо, как в свое время Маркс, а потом, как в свое время Ленин, ну, Маркс и Энгельс, разумеется, надо описывать реальность современную. Потому, что знания, подлинное знание, истинное знание, это не когда кто-то придумал, вот, например, когнитариат. А это когда кто-то, как зеркало, отразил существующую реальность. Вот мы пока смотрим, условно говоря, на существующую реальность, мы, я имею в виду, красные. Даже самая прогрессивная часть наша. Мы смотрим на существующую реальность через зеркало, на котором написано Ленин. А это зеркало, оно было очень ясное в свое время, но теперь-то, прошу прощения, перед ним совсем другая реальность. Она, конечно, не принципиально другая, но деталек накопилось в отличиях столько, что надо бы в этом зеркале эти детальки наконец увидеть. И меня тут в этом смысле, да, во-первых, напрягает малое количество времени, а во-вторых, то, что один человек такую работу, то есть просто вот как Ленин сделал развитие капитализма в России и империализм как высшая стадия капитализма, один человек сейчас такую работу просто не осилит. Это задача для творческого коллектива, условно говоря, какого-то НИИ. Вот так вот. Ну, у нас на Красном ТВ это не НИИ, но... Ну, я условно сказал НИИ. Был призыв к людям, отписалось много добровольцев, как я уже называл некоторые серьезные люди. Сейчас в конце концов у меня на странице ВКонтакте ежедневно появляются результаты этой работы по статистике, по маркетингу, по процессам кредитования в мире, в России, о том, масса цифр идет. То есть идет набор эмпирических данных. И пока у меня на странице ВКонтакте, ну, просто потому что там очень качественная публика, именно способная к работе этой собралась. Вот. Потом это выльется все в материалы на Красном ТВ. Вот. И уже выливаться начинает. Но я, во-первых, призываю действительно как можно больше людей отзываться на этот призыв. Ребят, нам надо считать. Много считать. Внимательно изучать. Проводить. Ну, то есть фактически сейчас время считать пришло. Серьезно считать. Потому что коммунизм это прежде всего, как ни странно, по большому счёту математика сейчас. Нам надо много хорошо считать процессов социальных происходящих в мире, и в частности в нашей стране. Спасибо тебе, что ты пригласил меня. Ну что, парни, девчонки, толковые, слышали? Всем, кому не наплевать, и есть, конечно, возможность, присоединяйтесь к работе. Нам нужно очень много информации добыть, очень много информации обработать, а потом уже её проанализировать. Как мы уже сказали в одиночку, там ни Олег, ни я, не даже если вот сейчас Ленин бы из Мавзолеева вышел со всеми своими замечательными мозгами, в одиночку такую работу сейчас не осилить, мир слишком увеличился по сравнению с тем, что было сто лет назад. Одного Брокгауза зачастую Фрона из четырёх справочников не хватит. Нет, не хватит. Спасибо, Олег, что приехал. Рад был поговорить по этому поводу вот возвернёшься с Озандары. Поговорим ещё раз предметно о каком-нибудь одном направлении, что-нибудь ещё осветим. Осветим. Отлично. Ну что, на сегодня всё. Спасибо, что смотрели. Всем пока. До свидания. Продолжение следует...